И там написано, проклятием вы прокляти, за то, что не приносите в дом мои десятины, принесите все десятины, то есть десятины нету, вот поэтому и не богатеем никак, Господи. Ну, где-то я слышал, в интернете была такая идея, то есть на государственных предприятиях не убирает. Что-то почему-то Игнат Тихонович пропал у нас. Ввести обязательное отчисление, вот как вот сейчас вот читали вопросы, там это не десятины, а обязательное отчисление на храм. И вот такую идею там, по-моему, какой-то депутат подал, что ли. Ну, если человек неверующий, зачем ему навязывать это десятины? Он это будет делать без желания. Доброохотно дающего любит Бог, а это, если будет насильно, то ничего это не изменится. А десятинные церкви, да, их в государстве нету. Все, Никольские, Покровские там, да. Что-то сегодня у нас с интернетом беда. Игнат Тихонович присоединится. Может, у кого-то вопросы к нему есть? Нет, не доступен. Ну, вот Лена Фаур замечает государство и церковь. Ты мне, я тебе. Государство, как бы церкви говорит, вот я тебе храм строю, а ты вот молись, чтобы все у нас было хорошо. Там, по-моему, даже как-то то ли вроде шутки, то ли что, тоже какой-то храм задолжал администрации или государству. И оно предложило рассчитаться требами, что ли, государством или записочками или как-то. До смешного доходит все это. Поэтому правилами я Тихонич не заметил. Вот и нашему батюшке по Теряевку тоже предлагали построить спонсоровый храм, помочь. Батюшка отказался, по слову Божию поступил. И вот сегодня вот эти безбожные олигархи, строящиеся храмы, что вот эти вот в Екатеринбурге было все. Народ-то возмутился, думаю, не зря. Ну вот, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Правильно. Правильно. То есть, пока не родится община, готовая расстроить себе храм, ничего и не нужно. Вот пример того, храм в Потеряевке, храм в Барнауле. Все, никто над нами власти не имеет. Мы полноправные хозяева. Даже священники МП и то ничего не могут там в порядке свои навалить. Потому что этот храм им не принадлежит. Так Господь чудное сделал, что за то, что Игнатий Тихонович страдал за Слово Божие, Господь вознаградил его вот этим домом на Ползунова 6. А там в Потеряевке-то сами своими руками построили. Тоже Господь дал силы и средства. А то, чтобы отчисления на храмы, это вообще никуда не годится. То есть, про меланжевый комбинат это обязательные порядки. Какой-то договор, да, с церковью, что вот дайте нам денег. А почему вот люди строят себе храм при жизни-то? Олигархи, я имею ввиду, что им это? О чем они думают? Ну, видимо, нам наворованные, наверное, деньги-то. Они думают, как мусульмане объедут, а пускакут суд Божий, и Господь простит им за их милосердие, грешки ихние. Купить дорожку в рай, да? Ну да. Какой выкуп, да? Сейчас так священники у нас здесь тоже на приходе учат. Если вы жертвуете в дом Божий, то Господь вам прощает грехи по милосердию вашему. Ну, как может Бог прощать грехи по их милосердию? Поэтому так люди надеются и думают, что они пожертвуют в дом Божий деньги на построение храма, даже эти аллергархи, что Господь их простит, их не беззаконие. Чистое мусульманское учение. Ну вот спрашивают, почему вы думаете, что мусульмане так думают? Не все же мусульмане так думают. Потому что я с ними хорошо знакома. Почему мне их не знать? А я слышал, если вот это его после смерти омоют, то то они попадают же в свои штаммета. Правда это или нет? Это я к сестре вот это, что говорит, знает хорошо мусульман. Омоют тело что ли или что? Ну да, 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 омывай, да. Ну да, и как у нас это же, да, омоют их, да. То есть видят, чистые, все, и таким они попадают к Аллаху. Есть такое мусульмане, Наталья? Есть такое. Да, это я, а, спой, даже это говорил. Они купаются, омываются, и они думают, что они омыты от грехов. Так все мусульмане так и книга учат. Везёт им. Да это ложь, самая настоящая сатанинская ложь, сама обман. Ну, Игорь Гаринов замечает, что обычные мусульмане, наверное, так не думают. Только богатые так думают. Обычно, ну-то чё, если у него платить нечего. Да, думают, чё ж, им же ж и убить нас, то есть русского там это, или другого, не мусульманина. То есть, как тоже ж хорошо приветствуют. Думают все они там. Сергей, они все так думают. Там даже в беседе у Самира, где говорится, Самира, она тоже так думает. То есть, какой бы ни был человек хороший, что бы он ни делал, даже если он сделает какое-то хорошее, доброе дело, то и бог простит им грехи. И они в это верят, и поэтому они не принимают наше православие, нашего Христа и учения. То есть, они делами спасаются, да, без веры во Христа. Так вот они. Делаешь добрые дела, и такая у них вера. А то, что ты до этого злые грехи делал, то есть, ты добрыми делами можешь это всё как бы загладить. Ну и одно из добрых дел – это строительство храмов или мечетей, как они считаются. Я считаю, что это богоугодное дело такое. Вопросы, может, у кого-то есть? не по теме, но правда Гдай Тихович недоступен. А вот это у вас служба идет по старославянски или по-русски? Богослужение по-церковно-славянски, чтение Священного Писания на русском, апостолы на русском. Само богослужение, это все пока по-церковно-славянски не сдвинется. Я хотел, Гдай Тихович, задать вопрос. Давай, чего не задаешь-то? Чего не задаешь-то? Прямо перед тобой сижу и не видишь. Не вижу я вас, куда-то вы спрятались, вот сейчас вижу. Две руки поднимал, сидел, две руки поднимал, так и не дал сказать. А вас не видно, вас выбивало или меня, видать, выбивало. Говорите за его. Да я не буду говорить уже, все, разобиделся. Мы вас не видели, Игнатий Тихович, вообще не видели. Ладно, давайте еще. Даже не слышно, ничего не было. Что там у вас хорошего? Рассказывайте. Игнатий Тихонович в тот раз очень подробно, мудро, толково, здраво объяснил ситуацию с церковно-славянским языком, и Сергей одно и то же. Он уперся рогом. Я не знаю, Сергей. Ты так и не понял. Не я уперся рогом. Здесь тоже вот человек задает нам вопрос, вот, ну я ответил как есть. Чего я рогом уперся-то? Ну, уперся. Я же чувствую по твоему ответу, что ты вообще не принял, что ты на своем стоишь, надо до конца все перевести. Так ведь? А вот сейчас, видели, литургию у нас совершает митрополит Сергий. Вот если бы мы по-русски сделали все, его бы никогда уже не было. Они бы никак не могли бы вести. Мы теряли в сто раз больше, чем приобрели. Я не говорю, что нужно без митрополита Сергия это делать. Ни в коем случае. Вот как у нас были первые шаги. Вы просили прошения к епископу. Он вам отказал. Потом согласился. Почему бы сейчас не сделать это прошение? Вот что, обидеться на это или что? Сергей, не нужно это, не нужно. Это нас вышибет в другую совсем канаву. Нам только удержаться на том, что есть. Все здесь до одного шага вымерено. Ничего не надо. Не время, да? Ну ты прослушай литургию, которую у нас есть. Для них это непривычно. На русском языке считают и псалтырь. У нас были. Все считали. Евангелие, послание, все. И опели. Понятно, там все. Это не годится так вот. Давай вытащим. Давай крышу уберем. Давай купол свалим. Но это ничего не даст. Кроме того, что мы теряем людей. Ну а другие говорят, что теряем людей из-за того, что они понятные. Но у нас там более-менее понятные, конечно. Более-менее. У нас все понятно. Более-менее. Не все. Не надо. Не все понятно. Было бы все понятно, я бы не возникал. А это обманывал. Сейчас все понятно. Ничего не надо. Было бы все понятно, я бы молчал бы в третках. А зачем, Лука, это, что все понятно? Ну, Евангелие считаем. Мы по-русски-то провозим пособие по Евангелию от Марка. Зачем проходим, если все понятно? Зачем мы занятия ведем тогда по-русски, а все все равно непонятно? Богослужение непонятно. Богослужение. А вот было служение. Ты просто душой не чувствуешь это. А тебе правильно, он говорит, Виталий. Вот представь себе, был митрополит, сколько людей, служения, священники. И никто даже не замечает, что больше половины на русском языке. Вот как сделал Господь. А мы, а вот все добавят. А нам века-то не надо даже, зачем? А мы теряем все. Они так же и не заметят, что все по-русски будет. Если половина не заметили, и это не заметят так же. Со мной больше не будешь говорить, будешь с Виталием, он тебе намоет шею. Ну, тогда и апостолу Павлу мойте, чего вам не будет. Лучше пять слов сказать на понятном, чем тьму на непонятном. Ну, лучше. Я же предлагаю, я же не говорю, как хуже. А отношения испортят. Не хочу я с ним портить отношения. Не разрешить не надо. Ну, спросить-то можно, что? Или боязно спрашивать даже разрешение. Ты же говоришь, ни налево, ни направо, ни налево, ни направо. Каждый раз молишься-то. Ты задумайся, а что ты говоришь-то? Вот это и есть ни налево, ни направо. От истинного понимания смысла. Я даже на богослужение смысла не понимаю. Почему? А как я могу понимать, если оно мне непонятно? И другие не понимают, что лукает-то? Что непонятно? Договори хоть. Скажи, что разъясним сейчас. Давай. У нас непонятно. Бабушки-то все знают. Ничего не знают. Да, вот это я, извините, это говорил уже только во Франции. Я говорю, это, люди учат все. Там немецкий, французский, английский это языки, да. А мы славяне. А свой язык не можем выучить. Или хотя бы что понимать. Все библейское считается по-русски. Куда еще лучше? По переводу синодальному. К нам претензий ни у кого нету. Такую золотую середину никто не взял. Или туда свалились, и в другом месте разные юрисдикции образовывают. А мы никуда не сдвинулись. Мы молились об этом, и Господь нам указал как. И терять то, что Бог дал, а тут надо сумасшедшим быть. Надоело тихо сидеть-то, подковырнуть. Они на нас не нападают, это уже немало. И тут у нас занятия непрерывно. На русском языке, что непонятно-то? Бери, считай заранее. Дома мы молимся. Если дома молимся, то эти слова там понятны будут. Утром-то мы молимся. Все по-русски. Игнат Тихонович, то, что утром молитвы в утрешние долго продлятся, будут продолжаться, вернее? Нет, не будут. Последний раз в субботу. Привыкли же уже. Ну ничего, уже привыкли. Переносите другим. Дальше. Ну не такие будут там, послесловия не будет. Но все равно молитесь. Каждый может группу образовать. Пример показан. Сергей Павлович потрудился. Слава Богу. Не, ну я-то пока здесь. Давайте помолимся. Игнатих он что-то едет. А мы так же будем молиться. Конечно. Конечно, давайте продолжим молиться. Тоже нам запретить. Да кто же вам запретит? Да, вот меня удивляло и удивляет. Издают вообще офилакта болгарского толкования на Новый Завет. Написано Евангелие на Новый Завет по церковно-славянски, а толкование на русском. И получается, что непонятно, что толкуется, если не переведено на русский. Да, меня тут же это, конечно, задевает. Учи, брат, церковно-славянский, учи. Не охота его учить. Видимо, придется. Я даже купил этот церковный словарь. Думаю, сейчас начну учить. Игнатих он что-то подарил ей. А он мне говорит, да зачем? Все уже переведено. Действительно, Евангелие переведено. Чего этого достаточно? А богослужение непонятно. Ну, пусть оно будет такое непонятное. Дай бог с ним что-то. Батюшка говорит, что оно не влияет ни на что. Ты знаешь, брат, понимаю тебя. Я вот это тоже. Если не пою, вот я стою на службе, да? И если не пою, сразу фу, мысли улетают. То есть не на службе, а кто знает, сразу. Вот это только, как пою, все нормально. А так же, да, тоже люди не понимают. Ну, хотя бы, как бы там бы рвение было бы там. Или это. И шел. Ну, чтобы понимать. Службу. А так, ну, стоит человек и не понимает. Конечно, там мысли и улетели. Да, если за мыслями не следить, что оно и бывает. Даже проповедь на русском читают. Глядишь, мысль полетела куда-то. Ну, это... А по-церковнославянски там, конечно, не уникаешь, ничего не понимаешь. Стоишь о своем, молишься. Может, оно для этого и непонятное сделано. И так, и главное, речитативом специально. Чтобы свои мысли не сбивать так вот фоном, чтобы шло. А каждая о своем молится. Общей-то молитвы-то и нет. У каждого своя частная получается. Ну, вот, Игорь говорит, надо радоваться. Так я радуюсь. А что же я не радуюсь? Ну. Надо радоваться уже тому, что на русском слово боже. У нас вообще на непонятном. То есть, вы вообще даже слово боже на непонятном у них. Вот где беда-то. Вот где беда. Надо радоваться, что кому-то... Сергей, а вот пример хороший. У католиков. Они же все перевели на понятный язык. И кто у них в храмах на их литургии? Дедушки да бабушки. Молодежи никакой нет. Молодежь вся у протестантов. И у них храмы пустые. Их мусульмане будут арендовать и будут в мечети там молиться. Делать свою мечеть. Да, правильно. Есть уже такие случаи и много. И к чему тоже они пришли. Ну, перевели все. Значит. Главное, что псалтир, Евангелие, Библия читается на русском языке. Это самое главное. Потому что самое главное то, что Слово Божие слышится на понятном языке. А когда оно непонятно, тогда вообще там что говорить. А у католиков все понятно, на всем понятном языке. И там одни бабульки и дедульки, и то спят на литургии. Да, я это все видел, подтверждаю. Да, получается, что на богослужении как бы молитвы как толкование для Писания. Нет, только он упомянет, как толкование. Так, ну давайте другую тему какую-то. Здесь уже все понятно. Поговорили достаточно. Говори, не говори. Нет больше вопросов. Игнат Тихонович, я новый материал вам сбросил. Посмотрите. Сережа, ты завтра хлеб привези. И будет на стриме. Как только сигнал дам, чтобы сразу приехал разгружать продукты. А так, завтра хлеб. А что, вы созванивались? А, ну да, в пятницу можно, в пятницу, да. Завтра четверг. Да, она звонила, потому что отдать надо. В субботу надо прийти и грузить, чтобы полседьмого были здесь утром. Полседьмого. Надо на Андрея вывести, чтобы он знал, во сколько приезжать. А какой последний вопрос-то был? Я еще просил озвучиться. То есть, Сергей зашел, вот сделал. Что вы читали по Максиму Казболу? Какой был, так сказать, вопрос? Можно задать вопрос? Каждый день в газетах пишут, что на церковь тратятся большие деньги. В чем же выражается христианское нестяжательство? Вот это вопрос. Вот видите, а мы ушли аж к мусульманам. Одно другое за другое цепляется. Потому что мусульмане верят, что за деньги можно попасть в рай. И эти также верят. Можно вопрос задать? Да, конечно. Игнатий Тихонович, вот тут у нас спор с сектанткой завелся. Я ей говорю, у тебя муж живой? Она говорит, да был живой, на суде встречались, когда разводились. Я говорю, да ты замуж сейчас вышла, и ты, говорю, прелюбодейка. Это грех. Тебе надо каяться в ней. А она мне такая возмущенная. Вот найдите стих 9, в 19 главе 9 стих. И там говорится... А я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой. Тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Я говорю, ну вот так и написано же, что женившийся на другой. А они говорят, нет, если он гулял, и я развелась, я могу замуж выйти. Это же, говорит, не моя вина. Так вот, как правильно ей объяснить-то? Они толкование святых отцов не принимают. Тут и так и написано, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Я говорю, вы уже блудите, а она никак не признает. И что так оставить? Побереги себя, с тебя этого хватит. Слава Богу! Во веки слава! Нет, ну если она же правда говорит, если он гулял... Я так понял, что муж изменял, и она развелась. А то она права, по Евангелия она поступила. Нет, не права она. Жена связана с законом, пока жив муж ее. Прелюбодея, он не прелюбодея, если он живой, она связана. Она не имеет права ни за кого посягать, замуж выходить. Это написано в Библии, пожалуйста. А если она сектантка? То есть у них венчания нету, то священников нету. Какие? Они шатак, шатак. Прелюбодея. Спасибо, спаси Христос, Виталий, я приведу этот стих ей. Вы найдите его, я не помню координаты. А какой стих? Сейчас найду. Менял свое время на эту тему. Смущало вот это, Иоанна 4, 18. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Слова Христа. Не муж. Потому что они не были узаконены. Просто так, жива-то и все. А вот как нас сейчас, как они там называют, мирской союз, чьи свадьба мирская. Или как они говорят. Ну живут-то и все, сойдутся и живут. Потом разбиваются. Как оно называется сейчас вот это? Гражданский брак. А, гражданский брак. А, гражданский брак. Вот это же у него что же. И он говорит, не мужен тебе. Гражданский брак-то это когда в ЗАГСе зарегистрировано. Это ложное название, гражданский брак. Это блудодейство. Не, не, ну ты знай. Но это же они так говорят. Мы же не за себя говорим. А что эти говорят? Вон я сбросил. Первое Коринфянам. Седьмая глава, тридцать девятый стих. А можешь прочитать? Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Первое Коринфянам. Седьмая глава, тридцать девятый стих. Спаси Христос. А вам очень хочется ей доказать. Поверьте, это бесполезно ей что-то доказывать. Так я говорю, я тебе из любви говорю. Ты говорю, кайся, говорю, просто в этом грехе. А она никак не хочет. Упертая и все, не грешила. Да, ну это бесполезно. Господи, по-моему. А как каяться? Так она живет сейчас с другим, да? Да, живет с другим. Ну а как каяться-то? Это не просто на исповеди сказать. Она должна отойти и жить одна, как минимум. Ну как это? Ну на исповеди она скажет, вот я прелюбодействовала. А какая исповедь у сектантов? Так что вот это баптистов у них нет. Они придерживаются этого. Что вот это же муж, ну что только что брат читал. Вот это, что все, пока не умрет муж, тогда ты будешь свободна. А вот это она куда ходит? Там же их целая куча. Не знаете, какую она секту ходит? Это свидетели. Лже-свидетели. Ага, а я с ними общался тоже. Ну самое ужасное то, что в православии сейчас прелюбодейство тоже введено и оно выдается за брак. То есть мы далеко, мы не, как сказать, мы не далеко ушли от сектантов. Так что... Да-да. Вот это как было этот священник, руку полагать. А где ему при жену искать? Это точно. И независимо, Виталий, если до крещения брак распался все, после крещения не имеешь православную семью создавать, да? Это уже моменты частные, тут надо смотреть. Епископ решает уже, да? Ну а Виталий хорошо знает этот вопрос, да, Виталий? Потому что я пострадал от этого сам. И я столкнулся с тем, что сейчас практически все епископы и практически все священники ложно учат народ. Я не знаю, как можно спастись, когда ты в прелюбодействии. Да потакают всему, лишь бы паства была при нем. Да-да. Ну я не знаю, как это комментировать, уже нет комментариев никаких. Эту тему я очень сильно изучил, благодаря еще Валерии тоже, он такой же пострадавший. И самое интересное, что многие люди, ведь слушая Валерия того же, потому что он постоянно на эту тему вещает, многие осознают и встают на путь покаяния. То есть оставляют свою прелюбодейную жизнь и действительно начинают жить по-христиански, так скажем. Виталий, а Валерий к кому принадлежит? Валерий, московская патриархия, как. Он учился в Академии Московской или в семинарии или Московской духовной. Готовился к священству, но жена его взяла и просто сбежала от него с двумя детьми. Потом с помощью попов взяла благословение на второй брак, родила ребенка, ну и пошло-пошло-пошло. Прелюбодейная ересь так называемая. И он, когда с этим столкнулся, он стал на чистую воду, все это подноготное, стал освещать популярно. Ну, конечно, он в гонении, конечно, на него клевета идет, что он якобы прелести и так далее. Ну, мы это знаем, как они делают. Но, несмотря на это, еще раз повторю, что многие есть случаи положительные. А жена не вернулась к нему? Нет, она не вернулась, конечно же. Нет, там и священник, и их духовный отец, который их венчал, он епитимью на нее наложил, а она плевала на это, она причащается, она знает, что она при любодействии, она причащается и все остальное прочее делает. Ну, я сейчас спрашиваю, у нас тоже было так, а двоих? Что у них там в голове, не знаю. Но только раз, сразу норковую шубу давай, то это где они возьмут? И одна ушла, и вторая ушла. Ну, и одна вернулась, и вторая вернулась. Только вторая еще и ребенка нажила, вернулась. Ну, они приняли их. Давайте помолимся, и мне на работу надо, если вы хотите дальше, продолжать, пожалуйста. Ангел, вопияж и благодать нечистая дева, радуйся, и пак и реку радуйся, твой сын воскресе тридневен от гроба, и мертвые воздвигнутые люди, веселитесь. Светися, 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 в Новый Иерусалиме, слава Бога Господня, на Тебе воссия. Ликуй ныне, веселись о Сеоне, Ты же чистая красуся, Богородица, о восстании Рождества Твоего. Виталия, молись. Виталий, не можешь. Ольга Фимоненко, молись. Благодарим Тебя, Господи Божий наш, за эти беседы. Распусти нас с миром. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение за все, Отец Твоем и Дух Святой. Аминь. Аминь. Многие лета, Игнатию Тихоновичу. Ну да, всем ради. Аминь.